доброе утро дорогие друзья доброе утро и занять за легкую задержку за закрутился закрутился важных разных важных каких-то моментах знаете как работает внимание да то здесь там туда кажется секунда секунда дела об завис не на секунду на 10 секунд потом завис еще на 10 секунд потом смотришь день прошел вот этот интернет он просто воронка воронка которая засасывает луч внимания и прям ты туда проваливаешься это удивительно как это работает и сколько в мире сейчас людей просто потерялись в этих дебрях интернета ушли туда просто количество неимоверное неимоверное количество людей начата про людей думать про себя надо думать потому что людей много а мы каждый у себя один и нужно думать о том что куда я трачу свою жизнь свое время куда я трачу хорошо сегодня значит мы изучаем то мы изучаем тору божественная мудрость которую получил еврейский народ через машера бэйну от бога и от других пророков получили знания всевышнего как надо жить вот мы его изучаем в интерпретации есть такая книга которым изучаем она называется хитас мы изучаем ее только начало и хумажность мы изучаем книга о йом-йом сегодня 25 число минахим а во и последний любая части рыбы который был рыбы минахим мендал шнеерсон он собрал эту книгу влад косова хочу поздравить влада косова с днем рождения влад косов это редактор во икры все наши все наши материалы выходят ведь и влад косов можете его поздравить значит он на все редактирует все материалы он редактирует ставит то есть он можно сказать тело тело во икры то есть руки во икры руки во икры и у влада сегодня сколько ладу лет я не даже не знаю давайте мы пошел пожелаем все здоровья полного скорейшего полнейшего выздоровления у влада есть небольшие проблемы со здоровьем и чтобы всевышний дал ему силы главное знание знание и силу это знание реализовать чтобы его проблемы со здоровьем прекратились а и чтобы было полное полнейшее скорейшего выздоровления и чтобы на святой земле в израиле мы все встретились и встречали маша эхо все влад с днем рождения мазальтов и чтобы всевышний выполнил все твои молитвы для твоего добра значит все попроси его здоровья он тебе даст все удачи успехов всем тоже ну владу в первую очередь на рождение хорошо теперь значит 25 аминахим ава сегодня 25 число 22 августа мы приближаемся к последним последним дням у лето да уже лето заканчивается начинается осень и начинается илуль скоро вот ближайший шаббат начинается месяц илуль и в этот месяц илуль это месяц подготовки кроша на последний месяц перед началом года и мы подводим будем подводить итоги года и стартовать следующий месяц следующий год рожа шана начала года как в начале в голове у человека появляется некая модель картина мира что он хочет создать что он хочет достигнуть каким он видит себя у каждого из нас есть образ себя в голове да какой я кто я каким я хочу быть какие мои цели что во что я верю насчет себя насчет своих возможностей какие у меня есть выборы это все рожа шана начала года и вот мы сейчас как раз конец года мы подводим итог да да мир партнер поздравляем тоже до мира с рождением сына значит видишь получается что он по гороскопу какой сейчас гороскоп лев лев как раз заканчивается вот сегодня последний день этот мозаль лев значит и лев с переходом в деву это такое сочетание да начинается дева и это такой знак очень очень хороший знак ответственный такой вот те кого я знаю и очень агрессивный как львы такие они у них есть вот это вот агрессия как у льва значит ее надо в хорошую в хорошую сторону направить да потому что лев в год тигра значит и сын это значит очень серьезная заявка на какие-то качества хорошо рэбэ рошаб писал в одном из писем я слышал говорит он от имени наших святых отцов то есть надо понимать что любой мудрец он мудрец потому что он учился у предыдущих мудрецов он не может быть человек родился маугли в лесу и стал мудрец не может он быть мудрецом мудрецом может быть только человек который учился мудрецов и у часть мудрецов он принял от них их знания научился с этим знанием работать и вот тогда он мудрец И говорит поэтому Ребе Рашап, я слышал от имени наших святых отцов, любавищестых Ребе, предыдущие Ребе, что когда рождается девочка, мы также желаем, потому что когда рождается мальчик, все евреи религиозные желают, чтобы он иконес ли брит, чтобы у него был брит, союз обрезания. Иконес ли брит, ли тора, в тору, потом он зайдет в изучение торы, потом ли хупа, потом он зайдет под хупу, то есть он женится, и потом ли маосим ту вим, и будут у него добрые дела. А девочки что обычно желают? Девочки желают, что брит нет у нее, значит обычно желают, чтобы она хорошо вышла замуж, и были у нее добрые дела, потому что женщины не обязаны учить тору. А в Хабаде, а в Хабаде желают девочкам так же, как мальчикам, да удостоятся родители вырастить ребенка для торы, для хупы и для добрых дел. Понятно, да? Для торы, для хупы и для добрых дел. Хупа это как свадьба. И он это объясняет, согласно изречению наших мудрецов, написано в Талмуде, в трактате Брахот, благодаря чему женщины удостаиваются торы. То есть многие сейчас женщины смотрят, говорят, секундочку, мы же учим тору. Нет, женщины не учат тору, женщины слушают просто. Это не называется учить тору. Нет у них обязанности учить тору. А благодаря чему женщины удостаиваются торы, получить вот эту тору? Благодаря тому, что приводят сыновей в синагогу изучать Писание, маленьких деток своих. Благодаря тому, что посылают своих мужей в дом учения изучать Талмуд. И благодаря тому, что ожидают их возвращения. Вы можете спросить, а как же, например, женщина, если у нее там, ну вот бывает, что женщина, да, у нее нет детей, например, да, и что? И она не замужем еще. Так что она не удостоится торы? Нет, она тоже может удостоиться торы. Тогда она может поддерживать мудреца торы. Берет она какого-то мудреца торы, который сказал, что меня ничего кроме торы не интересует. Такие есть люди, которые не знают, как монета выглядит. И она ему говорит, смотри, я тебя как бы, я хочу тебя поддерживать, я хочу с тобой быть партнером. Я тебе буду там, вот борщ она ему принесла, он поел, значит, у него силы есть. Это ее вклад в тору его, то есть она через него получит. Это не дискриминация женщин, это объективное выражение реальности, что женщина получает от мира, ну, что, дискриминация мужчин, что мужчина не может родить? Это что? Это дискриминация, почему это я не могу родить? Что за дискриминация такая, несправедливость? Это дискриминация, что мужчины, например, нет у них там каких-то циклов, которые есть у женщин. Это не дискриминация, это просто констатация факта, что у женщины своя духовная структура, которая является более совершенной, по мнению некоторых мудрецов, ну, вообще, по мнению мудрецов, что женщина не нуждается в таком исправлении, как мужчина. И поэтому мужчина, он должен делать больше заповедей, больше учиторы, потому что он менее совершенный, чем женщина. Вот так объясняют это. Какая же тут дискриминация? Здесь нет дискриминации. Например, если я не знаю английский, и я должен учить английский, а американец скажет, что за дискриминация, а почему я не должен учить английский? Да ты знаешь его, нет дискриминации. Раз должны приезжие, значит, и мы должны. Нет, у женщины она уже исправлена, у нее другие задачи в этом мире. Вот то, что я слышал, я не изучаю кабалу, но каббалисты говорят, что женские души не проходят реинкарнацию, что женская душа, если уже душа воплотилась как женщина, то это ее последний приход в этот мир. То есть, если она раньше приходила как мужчина, то тогда она, значит, приходит сюда снова и снова, пока не закончит. А женская душа, она уже сюда не возвращается, то есть, она зашла, прошла как женщина, все, она уже больше не возвращается. Так я слышал от мудрецов кабалы. Ну, не знаю, я в этих вещах не понимаю. Здесь нам сказано, что хаббат, в отличие от всех остальных направлений иудаизма, они благословляют женщин так же, как мужчин, что когда рождается девочка, что она тоже пусть удостоится торы. Но они вкладывают в это смысл, чтобы она была помощницей своим сыновьям, мужьям. И если у нее нет сыновей мужей, то другим мужчинам, изучающим тору, в выполнении их заповеди. Женщина, она, то есть, у каждого своя как бы функция, да, то есть, есть функция у женщины, есть функция у мужчины. И наоборот, Всевышний так сделал, что мы нуждаемся друг в друге, и мы дополняем друг друга. Нет здесь ничего плохого. То есть, Всевышний специально сделал, чтобы мы нуждались во Всевышнем. Всевышний специально сделал, чтобы мы нуждались друг в друге. То есть, в этом и есть суть, как бы, движения в этом мире, что каждый что-то может, чего не может другой. У каждого что-то есть, чего нет у другого. И у всех нас не хватает, и мы вынуждены обращаться ко Всевышнему и говорить Всевышний, ну, пожалуйста, дай нам. Мне то не хватает, это не хватает. И Всевышний нам дает. Мужчина-женщина. Мужчина обращается к женщине. Раньше особенно так было. Он говорит, слушай, мне нужны дети, я хочу детей. Женщина говорит, ладно, будешь меня обеспечивать, значит, я буду тебе рожать детей. Все, мужчина пошел обеспечивать, женщина пошла рожать детей. Дальше, мужчина принес мамонта, уставший или кусок чего-то. Женщина берет этот кусок, приготовила. То есть, все взаимозависимость. Все друг другу помогают, все друг другу благодарны. Какая же тут дискриминация? Это не дискриминация. Это как раз и есть абсолютно нормальное устройство мира, в котором каждый элемент помогает другому и вместе это создает единое целое. Понятно, да? Теперь дальше. Книга, которая называется «Небо на земле», «Обретение неба на земле». Значит, как обрести небо на земле? Очень просто. Слово «Мощная сила», говорит нам автор этой книги. Плохо о ком-то говорить, значит, осквернять его, себя самого и те, кто обратит внимание на ваши слова случайно. «Обнаженная рана начинает гноиться и страдают все». То есть, есть от слов, негативных слов, они оказывают очень-очень такое, вот как гнойник, такое, как рана. Ну, реально, как рана. Душевная рана, внутренняя рана и так далее. Это все делают слова, негативные слова. Если же о том человеке говорить хорошо, добро, находящееся добро внутри него и внутри вас, и внутри всех, кто услышал, оно засияет. То есть, обратный эффект. Если ты говоришь про человека хорошо, и его добро внутри усиливается, твое добро внутри усиливается, и те, кто слышат, их добро внутри усиливается. Вот такая вот цепная реакция. И главная сила, как Бог, Он своими словами сотворил мир, так же мы своими словами сотворяем свою реальность. И когда человек говорит, я могу, это открывает для него дверь в могу. Когда он говорит, я не могу, он открывает себе дверь, закрывает себе дверь куда-то. То есть, слова, они открывают двери, закрывают двери. Слова формируют всю вообще реальность, в которой живет человек. Если хочется обрести небо на земле, то вначале нужно сказать, я хочу обрести небо на земле. И использовать силу слова для построения в себе, в своей внутренней реальности. И в отношениях с другими людьми создания вот этого неба, когда все хорошо, красиво. Есть же люди, вот вы можете сказать, да нет, все плохо, там все, как же можно говорить, вокруг война. Нет, во-первых, вокруг не война. Война есть война, и есть вокруг, есть вся вселенная вокруг войны. И в этой вселенной есть конкретно вы, конкретно то, где вы находитесь. И вокруг вас, скорее всего, войны нет. Теперь, если сказать, что вокруг война, это будет правда? Это будет правда. Ну, есть война. Если сказать, вокруг меня сейчас войны нет, тоже будет правда. Если вообще убрать сейчас тему войны, убрали мы тему войны, и найти, а вот Дамир, да, у него ребенок родился, поздравляем. Оп, у нас появляется сразу же как бы в том мире, в котором человек находится, он находится в мире, который в данный момент воспринимает через свои слова. Оп, сразу ребенок родился, день рождения, учим Тору и так далее. Значит, двигаемся дальше. Поэтому Всевышний нам и умножил Тору и заповеди, чтобы нам было чем заниматься, чтобы человек, он не может не думать, он не может не разговаривать, он не может одновременно говорить и хорошее, и плохое. То есть человек, он все время занимается каким-то производством смысла в значении слов, описаний, коммуникация, желаний. Он описывает, что он хочет, теперь потом он должен придумать, как это реализовать. И есть огромная свобода выбора, именно этот выбор в выборе слов. То есть в выборе слов, значений, определений, в выборе даже тональности, потому что когда ты говоришь одно и то же слово, но с разной тональностью, то оно внутри превращается в разную совершенно реальность. И, значит, поэтому давайте изучать Хумаш. Недельная глава сегодня называется «Аре. Смотри». Начинается глава с того, что Бог сказал «Смотри, я даю перед тобой сегодня благословение и проклятие». И это как раз вот этот вот выбор благословения или проклятия, он стоит перед каждым человеком. На что смотреть, на что обращать внимание, как интерпретировать реальность, как описать себе свое будущее, и стоит ли вообще его описывать, потому что будущее это неизвестно. Или же сказать себе одной фразой, что Всевышний обо мне позаботится, как заботился до сегодня, а я, например, буду в данный момент переключусь на что-то, что в данный момент находится рядом со мной и в моем контроле. «И будет», — сказал Бог. Машер Абейну сказал Моисей от имени Всевышнего, он же пророк, и он говорит «И будет». «Амаком Ашер Ивхарашем, то место, которое выберет Бог, Всесильный Ваш, Бо Лишакэн Шмошам, его, чтобы его имя, Лишакэн Шмошам, чтобы его имя пребывало там, Шама Тавию Этколь Ашера Нухимит Савээсхэм, Туда приносите все, что я заповедую вам, вам. И что туда приносить, в это место, храм? Алла Тэйхэм, жертвы Ваши Всесожжения, У Безивхэйхэм и Ваши Благодарственные Жертвы, У Мастратэйхэм и Вашу Десятину, есть три вида Десятины, Десятина, которую отдают левитам, Десятина, которую отдают бедным, и Десятина, которую называется Масэр Шини, которые собирают и на него празднуют в Иерусалиме, то есть устраивают на него праздник в Иерусалиме благодаря Всевышнего. Это прямо заповедь истории, выделять десятую часть денег на то, чтобы праздновать, на то, чтобы радоваться, на то, чтобы благодарить Всевышнего. То есть есть люди, которые все время работают, гонятся, гонятся за чем-то. Но нужно взять эту десятую часть и, то есть десятую отдать бедным. Это вообще не твои деньги. То, что приходит в деньгах, это десятая часть тебе дали передать и дали возможность выполнить заповедь. Значит, десятую часть отдал бедным, десятую часть отдал в Масэр, которые отдавали левитам, это то, что давали тем людям, которые святые люди, которые работают в храме. Дальше и десятую часть, но это не было как 30%, то есть получалось так, десятую часть отдавали левитам и вторую десятую часть один год отдавали бедным, а один год тратили в Иерусалиме. То есть получалось через год как бы этим занимались. То есть это понятно, да? Всего отдавали, получается, 20% из того, что зарабатывали, отдавали на духовную работу. 10% на это создавали святость, и те люди, которые эту святость обслуживали, то есть это как бы, ну вот, ну, святые люди, левиты это были, да? Колено леви, коины, а уже левиты отдавали коинам. И, значит, десятую часть отдавали бедным, и год бедным, год сами устраивали на это праздник. Очень интересно это. Хорошо. Значит, Машер Абейн говорит, что Бог укажет место, в котором это все будет делаться. Это был потом, понятно, Бог указал Иерусалим. Левиты, которые в ваших воротах. Левиты это святые люди. Потому что нет у него доли и наследства с вами. Это говорится про левитов. У левитов не было земли. У левитов не было земли, да? Ну, получалось, в те годы, когда был храм, когда были левиты, когда отделяли от урожая, то была вот такая вот система распределения. Десять процентов отдавали левитам, то есть, относили в храм, а десять процентов год раздавали бедным, год тратили сами в храме, праздновали, радовались, что Всевышний дает хорошую жизнь, что ты и не бедный, и не раб, и нет войны, и так далее. То есть, праздновали и благодарили Всевышнего. Такие были... В Иерусалиме был постоянный праздник. Там не было грустных. Там все время праздновали, веселились, радовались. То есть, это было такое место, место большой-большой радости. Да. Теперь, значит... И видите, это заповедь. Бог сказал, радуйтесь перед Богом. Теперь, дальше он пишет. Ишамер леха, но остерегайтесь. Пентале латехем беколь макома шертире. Чтобы не приносили вы жертвы в любом месте, которое ты увидишь. Значит, нельзя приносить жертвы, где ты хочешь. То есть, это серьезный процесс, который был полностью регламентирован, написан в храме и так далее. Нельзя просто сказать, а я сейчас буду здесь жертвы на балконе, а сейчас возьму жертву, буду приносить. Нет, такого нет. Теперь, здесь устная тора нам говорит, но если через пророка сказано принести жертву, то это будет отдельным указанием пророку. И здесь идет намек на пророк Ильяу, который приносил жертвы на горе Кармель, когда он с жрецами балла устроил соревнования, чтобы люди увидели, чьи жертвы принимает Бог. Дальше идет тут все про... Эта тема развивается, развивается, значит, и я хотел только как бы взять маленький кусочек. Здесь, когда говорится про жертвоприношение, то были жертвы, которые полностью всесожжение, были жертвы, которые часть сжигали на жертвените, а часть мяса съедали. Но здесь написано, два раза в этой главе написано, что кровь не ешьте. Кровь выливать нужно... Кровь животных этих нужно сливать и выливать на землю. И объясняется почему. Потому что в крови душа. В крови душа, то есть вот это вот программное обеспечение человека... Вот я сейчас там шевелю руками, сижу. Почему? Потому что у меня внутри кровь идет по телу, и в ней отлаженная какая-то система гормоны, иммунитет, там все идет, все передается через кровь. То есть в крови идет как бы программный код тела, в котором есть полностью информация о том, кто такой Цкак Пентусевич. Если мне влить какую-то кровь, которая не моя, мне не подходит другой группы крови, то значит эта кровь, она может вызвать какую-то непредсказуемую реакцию. А если влить кровь, которая похожа на мою, то она пройдя через мою печень, и как бы пройдя через печень, происходит процесс вот этого программирования этой крови, в печени происходит, там еще где-то в нее впрыскиваются, знаете, есть всякие железы, они впрыскивают туда разные гормоны, так все отлажено. Человек пока не расстроится, он не думает, какое в нем чудесное вообще Всевышний дал обеспечение. Но как только, не дай бог, какая-то маленькая железа, какая-нибудь щитовидная, перестает работать, или начинает чуть сильнее впрыскивать, все, у человека его вообще колбасит, то он вообще не понимает, что с ним происходит. Теперь написано, что кровь нельзя пить. Ни в коем случае. Почему? Потому что, когда ты пьешь кровь, то в этот момент вместе с кровью приходит программное обеспечение вот этого, того, чью кровь ты пьешь. Интересно, я сейчас вспомнил, есть одна книга, Виктор Пелевин, он там описывает, он придумывает разные вещи, он описывает вампиров. Эти вампиры, они пили кровь, и они все знали про человека. Они прямо из капельки крови, они могли полностью восстановить образ человека, о чем он думал, прочитать его мысли, ну полностью через кровь они входили в более высокий уровень души, и считывали оттуда полностью всю информацию о человеке. Вот это вот, как раз он эту идею интерпретировал из Торы, что кровь нельзя пить, потому что в ней душа человека, особенно, когда пьют кровь некошерных животных, значит, это страшно. Я вам скажу, вот креветки, говорят, креветки, там, раки, лобстеры. Я купил сейчас маме аквариум, и в ней было маленьких вот таких вот четыре лобстера. Четыре лобстера. Осталось сейчас два. Один, который всех убил, лобстер-убийца, который убил двух остальных, которыми были его соперники, и один маленький, которому он откусил клешню, и сейчас этот маленький с одной клешней, он там пытается от него все время убегать, и этот, я так понял, что он его убивать не хочет. Но это такой страшный зверь, этот лобстер, да, он такой, если его сблизи посмотреть, это просто страхи. И те люди, которые съедают этого лобстера, да, то они, в принципе, если, ну, они его съедают уже такого консервированного, может быть, там он уже ничего не передаст, им никакой информационный код. А если они съедают свежего лобстера, то они становятся такими лобстерами. То есть у них, как бы, от этого лобстера переходит к ним какая-то информация. И я думал, что вот китайцы больше всех едят насекомых, прямо они ели их ели, и они, насекомые, наиверите, шаратим, они очень сильно размножаются. И мы видим, китайцы самая размножаемая нация в мире, да, и больше всего. Индусы едят насекомых, тоже нормально едят насекомых, немало. Коров они не едят, а насекомых они едят. Хорошо, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний, Всевышний нас, уже он нам дал очень большую радость и благословение, что мы учим Тору, чтобы мы Тору не просто изучали, а чтобы мы ее запоминали и выполняли. И в заслугу изучения и выполнения Торы, чтобы у нас была очень хорошая, добрая, веселая, счастливая жизнь, чтобы мы радовались, прославляли Всевышнего, были здоровые, благополучные, успешные и чтобы был шалом. Шалом в душе, шалом в семье, шалом в мире, чтобы было внутри состояние полного, полнейшего шалома. Все, всех служителей Ваикры, всем удачи, успехов и счастливо.